Скажите, пожалуйста, какие изменения в области прав человека произошли за вот это время, когда вы были президентом и когда вы уже не президент? Я думаю, что изменения в этом смысле большие, поскольку в Эстонии живет более 100 разных националистов. И мы делали максимум все, чтобы признать их неправа. И в Эстонии есть очень исторический опыт в этом отношении. Еще в 20-х годах впервые в Европе эстонский парламент принимал закон о защите организации разных народов. Так что мы, когда мы восстановили свою самостоятельность, тогда мы восстановили во-первых этот закон и, конечно, еще совершенствовали и вели туда современные понимания и законы которые были сделаны со стороны Объединенной нации. Скажите, пожалуйста, вот сегодня говорилось о том, что гражданское общество в Эстонии недостаточно активно. Вы с этим согласны, что люди пассивны, что они уповают на государство? Я бы не сказал, поскольку в Эстонии, как я уже сказал, что все народы живут здесь, они хотят жить в Эстонии, не уходят из Эстонии. Несмотря на это, что местами у нас недостаточно, мы не добились на таком высоком уровне, как развитые европейские страны, как северные страны и так далее. Так что в этом отношении и в отношении законодательства, наше законодательство тоже соответствует всем международным правилам. Какие сегодня вызовы стоят перед эстонским народом? Вызовы, проблемы самые главные, как вы считаете, трудности, с которыми надо справиться? Но, может быть, мы не можем принимать столько-то, значит, убеженцев из разных стран, которые хотели бы, поскольку, как я уже сказал, что мы принимали столько-то неэстонских, значит, националистых народов, значит, разных народов. Так что это просто невозможно обеспечивать в социальном смысле жизнь столько-то многим людям, сколько, может быть, желали бы прийти в Эстонию. Да, но тут речь идет просто о том, чтобы обеспечить безопасность просто. Но вопрос безопасности тоже есть, поскольку, с одной стороны, как будто мы желаем людям хорошего, но если они не интегрируются реально в эстонской культуре и общество, то тогда это является, так сказать, точкой опасного такого, может быть, значит, разрушения традиционных порядков нашей жизни. Спасибо большое. Спасибо.